Итак, коллеги, добрый день. Давайте начинать. Мы рады приветствовать вас на нашем вебинаре. Мы это компания BI-Consult. Меня зовут Александр Стародубов. Я руководитель проектов компании BI-Consult. И сегодня мы поговорим на одной из таких основных, полагающих тем. Судя по запросам, которые к нам приходят, нам задают, тем очень интересно. То есть именно как использовать данные 1С, как к ней подключиться, для того, чтобы в дальнейшем можно было на основе этих данных достаточно быстро, удобно, красиво и наглядно настроить необходимую аналитику, которой в дальнейшем можно было бы красиво, грамотно пользоваться. И вот как раз сегодня мы с вами более подробно поговорим на тему, как же можно работать с 1С, как к ней подключаться, как забирать оттуда данные и что в дальнейшем с этими данными можно сделать, используя систему BI, в данном случае систему клик. Если по входу в сегодняшний вебинар будут возникать какие-то вопросы, то можно писать их в чат и в конце вебинара я по ним пройдусь и стараюсь на все на них ответить. Итак, наша компания, в двух словах расскажу, наша компания и консалт занимаются с 2020 года системой бизнес-анализа, в частности на базе платформы клик. И в каждом втором, если не чаще, проекте, когда мы приходим в компанию, то сталкиваемся с тем, что в компании стоит 1С различной версии, и она является либо основным источником данных, либо дополнительным. И вот приходится с ней работать. Сложности возникают следующие. Сама по себе система 1С это такое российское изобретение. И есть несколько способов, как можно работать. Самый простой способ это формировать в интерфейсе 1С отчеты, выгружать их в Excel, а дальше уже использовать как источник данных именно выгруженные отчеты. Либо можно подключаться к серверу баз данных, как правило, это SQL-сервер. Но здесь возникает вот такая сложность. Если мы зайдем в базу 1С, то, что мы сейчас видим, именно развернутый на SQL-сервере, то, открыв перечень доступных имеющихся таблиц, мы увидим вот такие достаточно странные названия. То есть, можно сказать, наверное, что разработчики системы 1С очень хорошо знакомы с шифрованием данных. И все таблицы, все поля, которые присутствуют в 1С, они представлены вот в таком виде. Например, документ 20314, документ, либо инфорек 65282. И для того, чтобы обычному пользователю, бизнес-пользователю, который понимает предметную область, можно было бы работать с этими данными, то очень непросто со всем этим разобраться. И поэтому, поскольку с 1С мы работаем очень часто, то появилась идея создать некий коннектор, который бы значительно облегчал работу. Этот коннектор мы использовали в последние несколько лет. И сегодня как раз презентуем, скажем так, новую версию, которая вышла совсем недавно. Я подробнее расскажу о том, как работали раньше, чем она отличалась, чем она отличается сейчас. Давайте это уже посмотрим именно на практике. Будем работать следующим образом. Коннектор устанавливается на сервер 10.0, откуда будет осуществляться подключение к 1С. Он устанавливается как к серверу приложения 1С, так и к базе данных. Для того, чтобы нам в дальнейшем можно было работать, давайте сделаем здесь новую базу, создадим. Так, сегодня у нас 16-е число, назовем ее, например, DMA16. Это мы делаем на сервере SQL, где развернута именно база 1С. Дальше мы запускаем, собственно, коннектор и начинать будем работать именно с него. Приветствуем интерфейс. Инсталляция самого коннектора достаточно простая. По сути нажимается кнопка Next, 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 после чего он лицензируется и можно с ним работать. И сейчас поподробнее уже посмотрим, как же с ним можно работать. Для начала мы создадим с нуля свой новый проект, создадим новую папку. Мы тоже назовем ее DMA16, куда он будет складывать все необходимые информации. Дальше, наверное, самый сложный для нас сегодня этап, это как раз правильно подключиться к серверам. Простите внимание, коннектор подключается как к серверу приложения DNS, так и к серверу SQL. Мы вводятся различные параметры. Параметры включения, параметры пользователя. Соответственно, необходимо, чтобы пользователь имел необходимые права. Но это все в документации более подробно написано. Не будем застрять на этом внимание. Скажу, что на сегодняшний день коннектор работает с версиями 1.S.8.2 и 8.3, развернутыми на Microsoft SQL сервере. Давайте введем сейчас необходимые параметры. База данного проекта. Это та, которую мы с вами только что создали. Проверяем подключение. Сейчас коннектор как раз пробует соединение с 1.S. После чего будет пробовать уже включение с SQL. Вот мы видим информацию о том, что включение у нас совершено успешно. Идем тогда дальше. Коннектор может функционировать в трех режимах. Каждый из них имеет свои преимущества, свои недостатки. И по большому счету каждый следующий режим он добавляет предыдущий. Первый уровень 1.S. Коннектор. Здесь будут создаваться view. На них посмотрим. По сути они будут создаваться, переименовываться. Мы с вами сейчас запустим именно второй уровень представления. Потому что идет преобразование данных в формат, понятный для любого бизнес-пользователя. Процесс преобразования и создания отдельных view занимает от 5 до 20 минут. В зависимости от сложности структуры 1.S. Поэтому мы запустим всего один раз. Именно на втором уровне. И именно поэтому мы сейчас как раз сделаем вот такую вещь. Поскольку один из наиболее часто встречающихся и сложных вопросов это обработка и использование иерархии. Те варианты по организации иерархии, которые предлагает 1.S, они не очень комфортно и удобны в плане аналитики. Потому что вот это так называемые папочки. Различные уровни, где элементы нижнего уровня могут находиться как на нижнем уровне, как и на верхнем уровне. Собственно не очень удобно в дальнейшем. Поэтому в системе Клик мы работаем с иерархиями немножко по-другому. И сейчас вот как раз посмотрим, как, например, стандартный справочник номенклатура преобразовать именно в иерархический вид. Определить иерархию. Все это сделает коннектор автоматически. Мы ему сейчас немножко поможем. Поскольку мы пропустили первый уровень и перешли сразу к второму. То вот здесь нижняя кошка, где обычно отображаются сделанные на предыдущем уровне вью. И необходимые справочники можно выбрать отсюда, воспользовавшись поиском. Но поскольку мы этот уровень пропустили, то в данном случае мы напишем вручную. Укажет здесь справочник номенклатура. Говорим применить. Ну и, собственно, запускаем наш расчет. Как я говорил, он будет выполняться от 5 до 20 минут. И пока он выполняется, мы посмотрим как раз, что у нас происходит на предыдущем уровне первом, как мы пропустили. Мы заранее создали уже результат именно для того, чтобы продемонстрировать, посмотреть, как это выглядит. Отдельную базу данных. Как выберет 1С в своем чистом явном первоначальном виде мы уже посмотрели. И что делает коннектор? Он создает в новой базе, на первом уровне он создает отдельный вью. И для каждой вью уже мы можем увидеть, что появляются более-менее адекватные наименования. То есть каждая вью уже называется в соответствии с тем, как это в интерфейсе 1С называется. То есть коннектор берет метаданные сервера 1С, сам подставляет значения из базы по ссылочкам и смотрит. Поэтому с этим уже можно работать. Давайте посмотрим вот такой еще момент. Например, вот вся структура наших 1С. Мы с вами посмотрим сейчас справочники. Мы возьмем самый простой, самый обычный. Это справочник номенклатуры, с которым мы как раз и поработаем сегодня. Вот он справочник номенклатуры. Давайте посмотрим, как именно создается это вью. Здесь мы видим следующий момент, что коннектор берет вот эти непонятные, нечитабельные наименования, которые были представлены раньше. И заменяет их уже адекватными названиями, с которыми можно работать. То есть используя только результат первого уровня, в принципе мы можем уже подключаться к этим вью. Видим здесь адекватные названия. Если мы возьмем, посмотрим, как это выглядит сама табличка, то здесь, обратите внимание, вот такой момент есть. То есть наименование таблиц, наименование полей, с которыми мы будем работать, они все уже достаточно адекватные, нормальные, с ними можно работать. Но по значениям, если мы зайдем, то здесь, опять же, встречаем вот такую вот особенность 1С, что, в общем-то, я вижу в справочнике номенклатуры наименование человеческое, понятное, с ним можно работать. Дальше практически все остальные поля, которые здесь есть, все остальные ячейки, это некие ссылки. То есть я вижу, здесь местами есть значения, которые мне нужны, сфоровые. А вот все, что касается текста, это, по сути, все ссылки на либо другие справочники, либо на регистры, либо на документы. И, в общем-то, тот коннектор, который на текущий момент, до сегодняшнего дня мы использовали, он в первом режиме работы. И дальше работа человека, аналитика, либо разработчика, кто занимается созданием BI, заключалась в том, что он узнает о том, что некий регистр накопления, который используется в основном для решения конкретной задачи, берется этот регистр, берутся справочники, и дальше вот по этим ссылочкам сопоставляются связи, настраиваются взаимосвязи с другими таблицами, другими справочниками. И вот это, по сути, такая, что называется, обезьянная работа. Она, конечно, очень важна для того, чтобы получить результат, но на это уходит очень много времени, это не очень практично, и возник вопрос о том, а можно ли это как-то исправить, улучшить, либо автоматизировать. И вот здесь как раз новая версия коннектора, она идет еще дальше. Здесь как раз и появляется второй режим. Давайте посмотрим, закончилась ли обработка. Обработка еще идет. Под обработкой в данном случае подразумевается процесс, когда в нашу новую базу, которую мы создали, Тадема 16, коннектор сейчас создает вьюм, похожий на то, что мы смотрим сейчас, похожий на результат выполнения первого уровня, но немножко лучше. Поэтому дождемся, когда закончится этот процесс создания, и сравним, что же нового появилось там. Забегая немножко вперед, пока устно расскажу, что же там происходит. Там на втором уровне к названиям полей добавляется еще и название таблиц, для того, чтобы их можно было унифицировать, сделать уникальными. Там же осуществляется в автоматизированном режиме добавление ссылок на другие объекты представлений данных объектов. По сути, через оператор WebJoin это выполняется. Важный момент, сейчас посмотрим, если мы работаем с 1С-бухгалтерией, то, что очень порадует тех, кто часто работает, достаточно большие преобразования происходят именно с одним из основных регистров, именно с регистром возрасчетных и налоговыми полупроводками. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит. Вот, регистры бухгалтерии возрасчетные. Здесь посмотрим на структуру этого видео сначала. Видим, что достаточно сложный запрос выполняется. Я вот полночку прикручу вниз. Вижу, что достаточно много изменений происходит, и подтягиваются данные из регистраторов, данные по субконтам, уже в автоматизированном режиме. Через WebJoin обрабатываются субконты, много-много всего. И если посмотреть уже на результат, как это выглядит, то вот он, регистр бухгалтерии подрасчетный. Здесь нужно сразу видеть сумму по дебету и кредиту, которая вставляется на одном поле с положительным либо отрицательным значением. Видим уже сразу сумму, либо плюсовые, либо минусовые. И, по сути, здесь идет создание пригодных для анализа таких сводных представлений, которые соединяются сразу с таблицами значений субконта, сразу с плановых счетов. И, в общем-то, то, на что раньше тратилось очень много времени в ручном режиме, сейчас с помощью коннектора это осуществляется гораздо быстрее. Процесс у нас идет. Пока продолжим дальше. Что еще позволяет делать коннектор на втором уровне? Это создание дополнительных сводных таблиц для объектов, которые имеют характеристики свойств объекта. Также обработка выбранных хирургических справочников. То есть, то, что мы сегодня сделали, указали справочник номенклатуры в качестве иерархического справочника, который необходимо обработать, то в качестве view здесь добавятся дополнительные поля, дополнительно создаются, в общем-то, сводные иерархические представления. Очень важный еще момент – это как раз переименование таблицы полей согласно представленным пользователям. Если сейчас коннектор автоматически будет расставлять наименование в соответствии с теми метаданными, которые содержатся на сервере приложения DNS, то отдельно формируется некий словарик, где пользователи могут самостоятельно ввести те или иные наименования, для того, чтобы в дальнейшем с ними было гораздо удобнее работать. Это что касается второго уровня, второго режима работы коннектора. Дальше есть третий режим. Там, к счастью, процедура преобразования выполняется значительно быстрее, буквально считанные секунды. И, соответственно, он позволяет как раз уже под систему BI сформировать необходимые скрипты для того, чтобы можно было еще быстрее сформировать модель данных. Это вот то, к чему мы еще сегодня перейдем и посмотрим. По сути, он создает уже готовые скрипты выгрузки данных из SQL-базы 1С, в QVD и с последующей загрузкой из QVD в систему CLICK. Для тех, кто не знаком с системой BI и CLICK, скажу, что процедура загрузки данных в систему осуществляется в два этапа. Первый этап – подключение к источникам и выгрузка необходимых данных с последующим сохранением этих данных в специализированный формат QVD, который расшифровывается как QVD, то есть это внутренний формат системы, где эти данные лежат. По сути, это плоские файлы, которые лежат на жестком диске, и система может с ними в дальнейшем работать. И второй этап – это как раз уже загрузка этих данных из QVD в окончательные финальные модели. Но мы видим, что расчет у нас уже завершен, поэтому давайте посмотрим на то, что у нас получилось. Переходим к нашу базу, которую мы создали, обновимся. И вот здесь появилось достаточно много view различных, то есть вся структура 1С, которая была, она переработалась. Так, анекар работает, в общем-то, со всем, что есть. Это и справочники, и документы, и все типы регистра, и так далее. Ну, сравним тот же самый справочник номенклатуры с тем, что у нас было по результатам уклонения первого уровня. Вот там справочник номенклатуры. Посмотрим на то, как формируется view. Обратите внимание на следующий момент. Помимо того, что, как уже было ранее, осуществляются переименования полей, вот здесь видим, что добавляются уже новые поля по тем ссылкам, которые были реализованы. И добавляются они как раз за счет достаточно большого количества выполнения вот такого рода операций, типа left-joy. И это приводит к тому, что если посмотреть на то, как уже выглядит результат этой view, да, видим, что ID-шники, они остаются в таком же виде, но если работать дальше, да, вот давайте, например, сравним вот такой момент. Вот у нас результат. Это у нас возрасчетный. Если мы здесь уже посмотрим, да, то, например, такие стальные поля, как номенклатура наименований, она и была у нас. Ну вот дальше уже пошли варианты оформления продажи одной из полей, да, здесь уже появились человеческие названия. Обращаю внимание, что мы все еще смотрим именно справочник номенклатуры и видим, что сюда уже протянулись нормальные номенования, понятные данные, с которыми можно работать, да, которые можно анализировать. То есть уже появился вот вид номенклатуры, можно посмотреть, да, появилась группа доступа, ну и многие-многие другие поля, которые содержатся в 1С, из вот таких зашифрованных символов непонятных, они преобразовались в магические вот такого рода наименования, да, при этом все ID, которые есть, они остаются, и при этом, поэтому можно, в общем-то, дальше пользоваться либо этим, либо подгружать новые по ID-шникам и наращивать модель все дальше и дальше. Таким образом мы создали вот на втором этапе набор view, с которыми дальше будем работать, а дальше мы переходим как раз на третий уровень, выбираем третий вариант представления, как раз создание модели данных. Выбираем этот уровень, здесь для того, чтобы новые view мы могли как-то отличать от тех, что уже созданы, сделаем для них префикс, стандартный demo 16 выберем сегодня, и переходим, например, в раздел настройки проекта, здесь мы укажем именно то, с чем планируем работать в системе BI дальше. здесь мы возьмем регистр накопления заказа клиентов, вот он, выбрали его, то есть что произойдет, коннектор возьмет данные из этого регистра, ну, во-первых, обработает их в человеческие вещи, чтобы можно было работать, и во-вторых, подтянет под этот регистр все остальные таблицы, которые с ним связаны, это регистраторы, документы, и подтянет либо только их, либо еще остальные таблицы, на которые ссылаются подтягиваемые значения. Да, вот здесь как раз есть количество уровней модели данных, мы здесь поставим единичку, да, для того, чтобы у нас наша модель в рамках демонстрации сегодня не выросла в какого-то очень большого монстра, то есть, по сути, мы возьмем наш регистр накопления заказа клиентов и те первоуровневые таблицы, на которые он ссылается. Нажимаем применить, делаем расчет. Все, расчет завершен, этот этап очень быстро. И давайте посмотрим теперь, что у нас получается вот в той папочке проекта, которая у нас есть, да, которую мы создали, Демо 16. Такая структура у нас есть, вот он словарик, да, с которым можно работать дальше, и здесь есть вот раздел дата, это данные. Да, пока папочки все пустые, то есть создана только структура. Здесь дальше будут как раз ковиди файлы появляться. И вот мы видим, появилось два скрипта, автоматически они сгенерировались. Эти скрипты, они предназначены для работы с системой клик, они уже в формате клика написаны, клик их прекрасно понимает, поэтому переходим уже как раз к самой интересной части, именно к этапу визуализации. Для этого я, как обычный пользователь, ухожу из терминального сервера, запускаю на своем рабочем месте систему клик, делается это все через браузер. Это клиентированная технология, соответственно, все осуществляется, вся работа осуществляется на сервере, ну а я как пользователь со своим интерфейсом и с доступными правами, могу работать здесь. Создаем с вами новое приложение, назовем его DEMO16, как мы сегодня все называем. Открываем приложение. Все, сейчас мы уже работаем в системе BI. То есть на уровне работы с 1С-коннектором мы подготовили все необходимые нам данные. Сегодня мы будем работать с регистром накопления, и поэтому переходим в раздел по загрузке данных. Таким образом он выглядит. Здесь мы с вами создадим новое подключение. Поскольку мы будем подключаться к SQL-серверу, то там используется стандартный драйвер OLEDB. Выбираем его, выбираем SQL-сервер. Да, здесь указываем параметры нашего сервера, к которому мы будем подключаться. Ну, логин, пароль, проходим проверку прав доступа. Да, проверка выполнена, все хорошо. Создали новое подключение. Вот оно у нас появилось в самом конце списка. Через OLEDB мы подключаемся к нашему серверу. Ну и здесь несколько вариантов есть. Либо мы можем вставить строку подключения, для того, чтобы в дальнейшем скрипт загрузки данных, сценарий загрузки данных выполнялся автоматически. Здесь же можем, в общем-то, работать с тем, что уже доступно на SQL-сервере. То есть мы видим здесь все базы, к которым у нас есть доступ, под демо 16, который мы создали. Мы выбираем владельца и видим там список основных таблиц, полей, в общем, всего, что есть в нашей базе. Можем отсюда уже загружать их. Да, мы предварительные просмотры при необходимости. То есть мы выбрали одну таблицу, вторую, третью и так далее. Поскольку сейчас коннектор нам уже сделал, по сути, готовые скрипты, которые мы можем пользоваться, то мы, по сути, берем этот скрипт и не вручную выбираем таблицу, а автоматически вставляем этот скрипт, чтобы он автоматически все уже сделал за нас. Но если бегло на него посмотреть, то, по сути, идет загрузка данных из как нашего регистра, так и связанных с ним, сущностей данных из документов. Тут сразу LabJoin, для того, чтобы у нас сразу красиво все получилось. И последней строчкой после загрузки каждой таблицы мы видим сохранить данные в некий формат UID, с которым будем дальше работать. Мы нажимаем кнопочку сохранить и выполняем этот сценарий, который здесь написан. В этот момент он включился, загрузил все нужные данные. Посмотрим, что у нас изменилось здесь. Вот наша структура проекта, которая была. И вот здесь мы видим, что там, где раньше было пусто, как раз появились QVD5. То есть это те данные, которые мы выгрузили из системы 1С. Здесь справочники, документы, один регистр накопления, который мы указали, выбрали и подгрузили его. Здесь уже содержатся данные, которые нам нужны в правильном, красивом, обработанном виде. И идем дальше. Вот у нас здесь есть еще второй байлик, который автоматически сгенерировался, второй сценарий. Сейчас мы воспользуемся им. Если речь идет о постоянном подключении, о настройке, скажем, инкрементальной загрузки и так далее, то, конечно, вот этот сценарий номер один, который есть, он сохраняется отдельно, устанавливается на сеть расписания, чтобы он периодически прогонялся. Да, данные были свежие, обновлялись. Нам сейчас это не нужно. Мы этот шаг, этот скрипт удалим и в том же самом приложении заменим его на новый сценарий. Здесь как раз уже обратите внимание, попроще. Здесь, по сути, идет загрузка тех данных, которые у нас есть, чем они идут уже в нормальном человеческом виде именно в терминах 1С. Идет загрузка из этих самых QVD файлов. Да, и вот они все здесь по порядку загружаются. Нажимаем кнопочку «Сохранить», «Загрузить данные». Подгрузили, и давайте посмотрим теперь на модель данных, которая у нас сформировалась в системе BI. То есть мы видим здесь наш основной регистр накопления заказа клиентов, и к нему уже добавляются здесь справочники склады, номенклатуры, отметки заказчиков, справочник серии номенклатуры. По сути, уже готовая модель данных. Всего за буквально полчаса мы ее сформировали, и с этой моделью уже дальше можем работать. То есть мы данные получили, данные у нас загружены, модель данных сформировалась, и дальше переходим уже на этап визуализации. Что нам дальше делать с этими данными? Интерфейс системы Клик выглядит следующим образом. Мы создаем новый раздел. Бегло сейчас пройдусь. Переходим в режим редактирования. И по сути здесь четыре основных раздела представлены в режиме редактирования. Первый раздел – это как раз те объекты визуализации, которые мы можем использовать. Различные таблицы, сводные, плоские, диаграммы, спидометры, круговые диаграммы, карты. Ну, та визуализация, которая в BI используется. Второй раздел – это дополнительные расширения. Это версии Кликсенс, которые мы сегодня смотрим, они уже встроены. Поэтому расширения – это, по сути, дополнительные объекты визуализации, которые не являются базовыми стандартами, которые были написаны дополнительно, либо на JavaScript, либо на HTML5. Вот часть из них уже встроены. Можно писать свои, можно найти кучу других и использовать их. Третий раздел – это как раз, по сути, те показатели измерения, которые у нас есть. Сейчас мы посмотрим, создадим здесь несколько. Ну и последний, четвертый раздел – это структура той модели данных, которая была загружена в BI-систему. Вот мы видим здесь наш регистр накопления заказа клиентов, справочники, документы, которые к нему прицепились. Соответственно, можем, как все делается в системе Кликсенс в режиме drag and drop, например, возьмем так, с помощью поиска. Заказ клиента даты отгрузки, просто мышку берем, перетаскиваем. Вот она у нас уже здесь сформировалась. Просто берем мышку, перетаскиваем в нашу рабочую область те объекты, с которыми будем работать. Как я уже говорил, в режиме, в системе Кликсенс все действия осуществляются ими в режиме drag and drop. Возьмем, например, еще там такое поле, как вид движения, чтобы нам понятно было, почему происходит именно так. Да, видимо, есть такое поле, как заказы клиентов и движения, в нем два значения. Нолик, единичка. По сути, все в данном случае содержится в одном показателе. Сумма, которая, по сути, разделяется на сумму заказов, сумму реализации. И, соответственно, нолик – это сумма заказов, единичка – это сумма реализации. Уже те объекты, которые есть, они полностью кликабельны. С ними уже можно работать, всю логическую модель выстраивать. Ну, а мы с вами создадим несколько универсальных измерений и показателей, для того, чтобы как раз нам не нужно было каждый раз корректировать формулу. То есть мы один раз здесь ее создадим, используем, и в дальнейшем уже во всех объектах визуализации будем использовать с учетом тех дополнительных корректировок, которые сделаны. Ну, в данном случае мы возьмем, например, иерархию номенклатуры, да, для этого возьмем даже наименование. Та самая иерархия, которую мы создавали, она состоит из нескольких уровней, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Ну, первый совсем общий, поэтому мы, по сути, одно значение возьмем второй, третий, четвертый и пятый. Да, назовем наше измерение как иерархия номенклатуры. Добавить измерение, готово. Ну, в принципе... Попробуем еще раз. Второй, третий, четвертый, пятый. Вот они у нас есть. Иерархия. Все, вот у нас появились, и даже одно лишнее мы сделали. Ну, и буквально там за пару минут создадим еще несколько мер. Повторюсь, что можно использовать уже из существующих, да, то есть те данные, которые у нас есть, можем брать и использовать, но создадим все-таки парочку своих. Сейчас объясню, почему. Сейчас напишу пару несложных формул и прокомментирую. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Обратите внимание, да, здесь всплывает подсказка, да, как правильно сформировать синтаксис. Вообще формулы здесь по своему виду очень похожи на те формулы, которые есть в Excel. Ну, естественно, побольше возможностей, больше опций, несравнимые объемы данных можно использовать. Но синтаксис не суперсложный. Здесь, в общем-то, он в справке достаточно подробно описан, представлен, как он есть. Поэтому, плюс еще всплывающие подсказки. Поэтому продавцам. 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 Продолжение следует... 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 из нашей модели. Мы возьмем, например, склады. Францию по складам. Добавим склады и добавим наши два показателя, которые у нас есть. Это заказано и реализовано. Выходим из режима редактирования. Сбросим в выборке фильтры, который у нас есть. Видим уже здесь, на этой диаграмме, распределение наших складов. Каждая точка это конкретный наш склад. И они распределяются под двум показателям. Первый это объем реализованного. Второй это объем заказного. Вот в таком варианте. Ну и еще один объект визуализации мы с вами создадим. Вот этот немножко подвинем, чтобы он нам не мешал. Возьмем какую-нибудь сводную таблицу. Таким мышкой ее перетаскиваем. Здесь для начала возьмем нашу иерархию, которую мы создавали. Перетаскиваем ее. И добавим опять же те две меры, которые у нас есть. Заказано. Реализовано. Добавить. Вот у нас уже есть табличное представление. Причем, поскольку мы здесь делали иерархию, то кликая в какой-то уровень, мы можем провалиться там все ниже и ниже и ниже. В набор кухонной мебели проваливаемся там все дальше и дальше. На те уровни иерархии, которые у нас есть. Ну и еще такой момент последний нам здесь осталось добавить. То есть в правой части экрана для выбранного объекта в режиме редактирования есть все дополнительные свойства, которые есть. Здесь можно шрифты, цвета, сортировку, все что угодно делать. Ну и мы можем здесь сделать следующий момент. Давайте мы скопируем формулу, чтобы быстрее было. То есть можно создавать здесь, можно создавать прямо в объектах. Вот я покажу как раз. Можно добавить данные, мы добавим еще один столбец. Мы здесь напишем вот такую формулу. То есть мы делим на вот это. То есть мы наши заказы поделим на заказы поделим на реализацию. Такой простейший пример. Поговорим применить. Называться это у нас будет процент выполнения. Сейчас посмотрим. прим. Добавить меру. Не то мы выбрали сегодня. Давайте еще раз очень быстро это сделаем. здесь поставим теничку. Позаем процент. Все, говорим готово. Не очень красивый у нас процент, поэтому как раз идем в раздел формата. Выбираем здесь число и процент. Видим, что по большому счету у нас везде на 100% реализовано. Хотя в предыдущий раз, когда я смотрел, там было 100% с небольшим процентом. Видимо, чуть больше нужно сделать детализацию. таким образом мы видим они у нас здесь совпадают. Давайте таким образом еще сделаем. Совпали. Ну, хорошо. Так, соответственно, дальше мы сюда можем добавить еще сейчас у нас здесь иерархия номенклатуры. Мы можем добавить из этого списка наименование складов, например, чтобы у нас получилась именно сводная таблица. берем склады наименования добавляем сюда добавить выходим из режима редактирования мы вот, соответственно, смотрим, что у нас получается. Да, то есть можем начинать таким образом. Сначала у нас будет идти склад потом будет идти можно выбирать вот здесь дальше будет идти номенклатура мы разворачиваем и дальше там проваливаемся все дальше и дальше. Вот сюда проваливаемся да, вот уже пошли как раз по складам идут те номенклатурные группы, которые есть с последующим трилдауном. Ну, либо же мы можем как слодная таблица Excel перетащить измерение с столбцов строки, с столбцов построить вот такую вот слодную таблицу и дальше уже работать с ней. да, то есть вот у нас формировалась та визуализация которая есть там можем уже выделять нужные области при этом все объекты которые есть они у нас перестроятся с учетом нашего выбора и таким образом создается полноценный интерфейс для осуществления аналитики. И обращаю внимание что это все было построено именно на данных 1С. Вот таким образом что у нас получилось да, что мы сегодня сделали. в режиме создали новую базу запустили коннектор да, вот есть у коннектора первый режим есть второй режим третий режим первый режим он по сути заменяет наименования по ссылочкам делает их адекватными второй режим он уже подтягивает с помощью джойнов создает вью с которыми уже можно работать более комфортно ну а третий режим он как раз создает уже готовые скрипты для того чтобы можно было подгружать данные непосредственно в клик ну и соответственно в клике уже дальше визуализировать те наборы данных которые есть да, по сути за то время что длится вебинар мы включились к 1С преобразовали выгрузили нужный нам набор данных и построили визуализацию да, все это делается столько времени и опять же исходя из практики часто приходим там клиентам они говорят вот есть такая задача нам нужно там с 1С-никами особенно когда общаемся говорим они говорят вот есть там такой-то регистр иерархии нам хоть какую-нибудь визуализацию базовую построить проверить цифры корректные ну и что-то красивое показать сделать мы говорим ну хорошо давайте там сейчас займемся там послезавтра результат увидим все очень сильно удивляются говорят ааа неужели это можно делать так быстро да, вот именно с прямым подключением к 1С-у да, не используя именно выгрузки да, вот с помощью коннектора который мы сегодня посмотрели работа действительно очень сильно обращается и поэтому можно работать с 1С как с базовыми конфигурациями которых ни у кого нет так и с кастомизированными да, поскольку почти все 1С с которыми мы работали они очень сильно были кастомизированы адаптированы под подмышки предприятия так, ну и теперь вот у нас не очень много времени к сожалению остается ну давайте как раз пройдемся по вопросам которые появились накопились попробуем на них ответить да, если сейчас какие-то вопросы возникают то конечно пишите в чат попробуем ответить соединение 1С по ком да, соединение с 1С здесь используется именно комсоединение поскольку из всех вариантов что вы тестировались самая производительная самая быстрая получается комсоединение а в базе напрямую через OLEDB именно в скорости забора данных подключения это самый такой быстрый хороший вариант сколько времени обработка будет выполняться если у нас более 500 тысяч номенклатуры также по документам здесь смотрите обработка она выполняется по сути один раз дальше она необходима будет в случае внесения каких-то изменений в структуру 1С здесь по большому счету не так принципиально сколько она будет длиться сколько выполняется один раз дальше появляется view с которым можно работать и на основе этих view уже создается визуализация на практике как я уже говорил от 5 до 20 минут в среднем у нас то что будет в обработку при этом 500 тысяч номенклатуры с одной стороны звучит много но с другой стороны несколько проектов у вас есть где справочники исчисляются миллионными значениями поэтому особых проблем здесь никогда не возникало так синтаксис чем-то коглас напоминает это не вопрос так ну что-то вопросов у нас как-то маловато ну с другой стороны значит все понятно все хорошо в любом случае если возникнут какие-то вопросы возникнет желание более подробно познакомиться с возможностями коннектора с возможностями системы BI то всегда можете обратиться ко мне меня зовут Александр Скородубов либо к моим коллегам которые организовали этот вебинар да вот еще последний вопрос важный коннектор только формирует запросы к реальной базе сами данные не перегоняют новую базу нет сами данные они остаются в той же базе 1С где и были потому что дублировать плодить данные это не очень хорошо тем более если 1С баз несколько или они очень большие то по сути коннектор он занимается тем что как раз создает дублировать и последний вопрос к САП есть ли коннектор КСАП КСАП конечно есть коннектор но здесь такой момент коннектор КДНЕС это сама система к 1С они задумывались о том как это делать поскольку 1С это российская сугубо вещь поэтому именно 1С не коннектор это российская разработка в то время как САП коннекторы ну и прочие коннекторы которые есть достаточно много это САП кстати САП коннектор сертифицирован самой компанией САП для компании Клик есть еще целый набор коннекторов САП коннектор Терадата коннектор есть различные веб сервисные коннекторы с помощью которых можно подключиться к Google Analytics Яндекс Директ начиная от этого и заканчивая YouTube Facebook и так далее то есть практически всему есть различного рода коннекторы стоимость коннекторов различная в зависимости от коннектора поэтому плюс еще цены периодически изменяются поэтому эту информацию лучше актуализировать и уточнять уже в рамках дальнейшего взаимодействия Так ну тогда на сегодня у нас все большое спасибо за внимание всем хорошего дня спасибо